Самая низкая ставка. Кредит в Альфа-банке от 4%. Оформите онлайн и получите деньги уже сегодня. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Кого угодно можно назвать отцом российского юмора, но дедушка один. Гарик Мартиросян, здравствуйте. Гарик, привет! Гарик, мы тебя рады видеть. Спасибо, здравствуйте. Я тоже вас безумно рад видеть, ребятам. Я вас так редко вижу вживую. Давай расскажу теперь, кто ты. Тут написано. Ведущий шоу «Конфетка» Гарик Мартиросян и продюсер шоу Юлия Сумачева. Здравствуйте. Здравствуйте. «Конфетка» — это шоу, благодаря которому зрители открыли для себя таких исполнителей из разных регионов, как Влад Топалов, Регина Тодоренко, Тимур Родригес и Алсу. Гарик, скажи, что ты пришел? Ты соскучился по хорошему шоу, да? Да. Юля, а вам нравится «Конфетка»? Или Гарик вас убедил, что вам нравится «Конфетка» просто? Вы смотрели? Вам понравилось? Я смотрел. Ну и как? Мне очень сильно понравилось. Супер. Фантастика. Этот вот дуэт Топалова и Тодоренко — это просто что-то невероятное. Я тоже так считаю. Супер. Я ничего не смотрю. Как обычно. Я знаю, что это звездеж. Смотрите. Как будто нас не слышно почему-то. Гар, вот ты сейчас ведущий популярной передачи. Когда ты был ведущей самой популярной передачи? Тебе самому не хочется выступить? Я не знаю. Спеть песню, чтобы ее переделали лучше потом? Спасибо за вопрос. Уважаемый ведущий. Уважаемый ведущий. Во-первых, я хочу у тебя спросить, почему ты со мной разговариваешь, как будто я мало что понимаю из того, что ты говоришь. Ты просто сказал, что ты плохо видишь. Может быть, ты уже и плохо слышишь. Как-то вкратчиво пытаешься. Но я все понимаю, тем не менее. Я уже 23 года живу в Москве. Я все понимаю. И все понимаю. Хорошо. Смотри, вопрос. Ты ведешь конфетку с Мариной Кравиц. Да. Но Марина нам ничего про конфетку не говорила. Теперь вопрос к тебе как к врачу. Правда ли, что мозг автоматически блокирует травмирующие воспоминания? Абсолютно правда. Абсолютная правда. Поэтому, когда мои дети меня спрашивают, знаком ли ты с Харлановым, я переспрашиваю несколько раз, с кем, чтобы говорить. Прошу прощения. Потому что для меня это травмирующее воспоминание, Гарик, что многие годы я стоял на твоем месте и вел Камеди Клаб. И по какой-то неизвестной мне причине на моем месте оказался именно ты. Мы в России это называем импортозамещение. Ты ведешь конфетку, Марина ведет конфетку, Зураб и Аверин. Андрюха Аверин. Делали оранжеловки. Да, да. Че у нас там нет? Где мы? Следующий сезон мы вас ждем, ребят. Я думаю, что в следующем сезоне мы вас ждем. Следующий сезон уже подтвержден. Нам как раз нужны люди, которые выглядят как вы. Из 92-го года. Вот если бы показали вашу фотографию, а я бы вас не знал, я бы сказал, этот из Пензы 92-го года, а этот из микрорайона Марина, сын банкира, которому впервые дали 100 долларов, и он купил на Черкизоне курточку. Ну, Гарик, да. Я после 1992-го года не видел в этой стране людей, которые сочетают небесно-голубой с тоталой блэк. Это фантастический лук. Это он. Это стиль. Вы замечательно выглядите, реально. Как будто отец привел сына наркомана на телевидение, вылечите его. Понесло. А этот говорит, пап, ты не поймаешь, я нормальный. Реально вы очень классно выглядите. Гар, если бы ты не выглядел как Ким Чен Ын, возможно, это все бы работало. Но тут есть моменты. Ты, кстати, что-то среднее между Ким Чен Ыном и концертным директором Соловьева. Да. Ладно, про конфетку давайте поговорим. Какая конфетка? Вы такие интересные люди. Посмотри, без очков. Смотрите, Мэтт Дэймона укусила пчела. Смотрите. Мэтта Дэймона укусила пчела, и он одевается в магазине «Сударь» на «Патриаршик». Посмотрите. Слушай, я только сейчас обратил внимание, ты еще и в туфлях. Я клянусь, я не хочу тебя обижать, но реально, когда ты надеваешь вот такой небесного цвета, я даже не знаю, пуховичок снятый с малыша, я не знаю, с обувью, а не с кроссовками, это вообще очень странно. Серьезно, мне кажется, что ты сейчас ко мне подойдешь и скажешь, есть «Довгань» продукты. Нет, самое забавное, что я просто забыл переодеть кроссовки. Как классно! Гарик Бабрестовый, Гарик! Гарик, конечно! Вы реально классно выглядите. Мы про конфетку будем говорить вообще? Да не, не будем говорить. А что ты хочешь узнать? Нет такого ощущения, что иногда вы, разговаривая со звездными гостями, я не про себя. У вас такая, знаете, вы выключаете эмпатию, как будто вам не очень интересно с людьми говорить. Мне очень интересно. А вот конкретно, что тебя интересует в шоу «Конфетка»? Нам написали, что нам интересно. Ах, вам еще и пишут, что? Нам написали. Вы посмотрите, это нечестно. Стоп, стоп, телевидение. Значит, я тут импровизирую. Стоп, телевидение. А ему пишут шутки. Да не шутки, вопрос мне написали. Кто написал вопрос? Я! Он! Он мой автор. Так, да ладно, да. Он пишет то, что мне интересно. Мне самому ***. Вообще! Так я об этом и говорю. По твоим глазам видно, что тебя ничего не интересует. Мне интересно, Гарик. Да-да. А было такое, что кто-то из участников остался недоволен? А? Расскажи! Это движение, это движение животом означает, что тебе интересно. Максимально, да. Максимально. Самая низкая ставка. Кредит в Альфа-банке от 4%. Оформите онлайн и получите деньги уже сегодня. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Есть еще, смотри. Да-да. Гарик пришел не один. Гарик пришел не один. С ним пришли звезды, которые не смогли отказаться от участия в шоу «Конфетка». Это Кирилл Туриченко. Кирюха, привет! Группа «Иванушки» интернешнл. Кирилл начался первый сольный тур по России. Вышел клип на песню «Один день с тобой». Съемки прошли на льду озера Байкал. На лед поставили настоящий рояль. Это правда? Абсолютно правда. Может быть, споешь, чтобы мы послушали это? Смотри, смотри. Потек, дед. Дед, потек. Я предлагаю, ребята, обратиться к Кириллу так, чтобы замечательному, прекрасному певцу была охота для вас спеть. Вы говорите, ну, спой. Ну, кого-то... А так у нас зал просит, смотрите. Да, это другое дело. Другое дело. Спасибо. Все хотим послушать. Объявлять прекрасных певцов надо на уровне того, как они будут петь. Надо это делать так. Так выходи. Выйди. Подожди. Ну, выйди. Давай. Я даже оставлю место тебе твое. Давай. Я разлил на себя воду. Подожди. Рассказывай. Обоссался. Выходи. Я давно ничего не объявлял. Кимченен обоссался. Мечта президента Южной Кореи. Подождите. Стоп. Стоп. Во что вы превращаете комедий клуб? Мы во что? Вертеп устроили здесь. Это серьезная передача. Чтобы он культуру богата не обоссался. Можешь вот так? Улзший. 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 Для вас поет солист группы Иванушки Интернешнл Кирилл Туриченко. Браво. День, в котором мы с тобой вдвоем. Лучше девушки поет. Я вспоминаю, словно сын. Да, у меня тоже привстал. И не желаю пробуждения. Сразу. Жаль, сберечь с тобою не смогли, Оставив на краю земли Невероятные мгновения. В облаках твой образ Мне покажется, Растворяясь где-то вдалеке. И снова в памяти моей Сюжеты прошлого, Где мы с тобою, И я живу только одной мечтой. Мне не надо в жизни большего, Прошу, небо. Вот, это знаешь из-за чего? А знаешь это из-за чего? Да, да. Потому что, скажите, ты как человек, Который выступаешь на корпоративах, Бывают вот такие пьяные гендиректора, Которые вот так себя ведут, да, пока ты поешь? Честно, Кирюха, у меня диссонанс, Вот по сравнению с два таких разных репертуара, этот Любовь моя мечта и Снегири Нигириновича. Вы слышали песню из конфетки, Которую мы с Иванушками спели, вы слышали? Конечно. Будь со мной. Нет, мы людей отбирали. Конечно же слышали, я вижу. Конечно же слышали. Конечно слышали. Как вам? Очень хорошо. Красивая песня. Юль, привет. Украшение шоу конфетки. Юлиана Караулова. Я, Юлиан, вот сколько раз ты сюда приглядела, я всю дорогу хотела сказать, но я не могу в себе это больше держать. Вообще, если у тебя будет еще дочь, ты должна назвать ее сменой, чтобы она была смена Караулова. Вот это уровень. Спасибо. Вот это уровень. Это не уровень, уровень, это вот такая вот пиндюрина с воздухом посередине. Пиндюрина с воздухом посередине, это вот она. Возможно, скоро будет без воздуха, если мы будем долго вести. Юлиана в образе Розы Марковны Кляк стала победительницей первого сезона шоу «Фантастика» на Первом канале и выиграла 3 миллиона рублей. Да, Вичи. Не 300 тысяч, 3 миллиона. Понятно? Тебе понравилось шоу «Фантастиковое»? Очень сильно. Очень сильно. Что имя? Ну, они откопали Галыгина, сделали его ведущим. Это «Фантастико» было. Невероятное шоу. Что? Вон пришла с мужем Андрюха Черный, наш друг. Здравствуйте. Здравствуйте. Физикальный продюсер, саунд-продюсер и Юлиана, и вообще многих-многих-многих. Каково вот быть женой продюсера? Как вот? Такого не было, что ты ему завтрак не сделала? Все, нет, ничего. Плейстейшн подарила и «Ты не такой! Ты не такой!» Хит пошел. К сожалению, нет. То есть это отдельная история? Не так это работает. Не, ну ты заказываешь ему песни, или как-то они у него рождаются? Или ты приходишь и говоришь «Альбом Андрюша». А иногда он меня откладывает на потом. Потому что у него есть какие-то более приоритетные проекты. Юля, ты пока на потом, я с Мариночкой. Ну, у него там в основном мужчины, но бывают и Мариночки. Выясняется. Артисты, артисты, артисты. У Юляны вышел новый трек под названием «В городе». В нем певица рассказывает, хотя вроде должна петь, как люди сходят с ума от неразделенной любви. Такая вот песня. Не совсем так. А о чем песня? А как? Песня о том, что важно не потеряться в отношениях. Потому что зачастую люди тонут в чувствах, эмоциях, забывают о себе и теряют себя. Ну, это как бы сойти с ума от неразделенной любви, получается. А ты вот, ты сходил с ума от неразделенной любви, Харлаш? Ну, как от неразделенной? Мы там много чего разделили. Это точно. Кстати. Я чуть с ума не сошел. Кстати, мы сейчас живем в доме, в котором ты жил. Серьезно? Это видно там на стенах? Нет, мне соседи рассказали, что мы живем, оказывается, в вашем доме. А мы и не знали. Ну что ж, совет вам до любого. Слушайте, что за шикарное общение. Как классно. Спасибо вам, друзья. Гарик, мы всегда тебя ждем. Вас, ребята, тоже. Всех наших гостей ждем всегда. Вы готовы? Вы готовы. Музыкальный суд. Поет. Не поет. Мне кажется, они оба не поют. В котором Азамат Мусагалиев. Проигравшая команда несет меня домой. И звездные присяжные. Что, ругаться будем? Один раз просто обнял. Да руками следить. Выносят приговор. Фальшивым нотам. Умоляю вас! В новом сезоне шоу «Музыкальная интуиция». 25 марта в 9 вечера. Я помню, ты ценовал ноги поющим. Я сегодня продолжу эту традицию. На ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...